здравствуйте друзья первые зимние ранние зимние съемки и так вчера валил целый день снег но казалось много на самом деле не так что и много вот оказалось ой как валит на все-то городе больше чем тут его было но тем не менее есть о чем поговорить значит сейчас я иду питомню где идет сбор где идет упаковка посылок саженцев но пока я туда не дошел ну что можно увидеть по пути и так ранние зимние советы значит тут прислали ролика там феврале месяца женщина садовод у придумала 7 1 2 3 4 5 6 7 работу на феврале самое интересное что так как и очень надо было продать петонциды вот она обязательно сказала начинаем опрыскивание где в феврале можно прыгать на там причем и не написано было где она сама-то живет но не знаю кто поверил кого за фугало тут феврале уже опрыскал поздравляю вот я не знаю как как-то неудобно я помню один раз я один из фильмов я назвал еще знаменитая была фраза в свое время еще не наступил рассвет а станет дураков уже кипела работа вот я хотел переименовать еще не наступила весна вот а еще дураков чтобы продать им а я за химикаты и так значит вот этот мой совет ничего что сбредит голову пока не увидите реальные болезни ничего не делайте реальные болезни я делю на настоящее и на выдуманное настоящее это все-таки нашествие насекомых куда от него деться бывает на обучении посещают деревья искалеченные вами по максимуму а кто не колесе деревья тех поймите и выдуманная выдуманная эта борьба с комедию скобка живицы и борьба с грибами тут уже ой какой простор для фантазии и главное все эти крупные блогеры у них задача парить вам когда увидите рекламу это значит или сами продают или сами были как это на корню были куплены другими не мошенниками нет это не мошенники это хитрые торгаши потому что те которые не знают что грибами бороться не надо это бессмысленно кроме отравления почвы плодов если не дай бог они будут заметили как я сказал если не дай бог плоды будут вот значит отравленные тогда в случае чтобы их и не было вот и тогда тогда остается вспомнить что еще не надо делать сейчас не надо нарушать снеговой покров он впереди кстати сергей железов с лопатой стоит не надо нарушать снеговой покров даже восходить деревьев не надо без всякой на то серьезные причины снеговой покров должен быть такой же не менее нетронутые неприкосноведной как и вот то есть астасовая упавшие листья так все такое задумчиво устал где народ собирать пойдем посмотрим это леса одна супруга павла сына железова сергея то прямо запрещает ее снимать ну понятно не так одета не так причесана не так накрашена вот уже накопали ой что они делали посылки мы отправляем саженцы с открытой корневой системы с голыми корнями и вот это такая беда лучше бы это было все продано лучше бы еще осенью да и сейчас еще не поздно потому что сейчас придет потепление это еще не зима сегодня 15 ноября даже в сибири какого ноября господи октября у нас зима обычно в ноябре начинается но на месяц раньше но все-таки не в декабре вот еще будет потепление все это растает еще можно приехать в горшках купить саженцы это все в горшках видеть вот горшок выкопали смотрите вот и моему огромному сожалению сейчас выкопал горшки из них вытряхивали видите вместе с землей саженцы это горько потому что 20 лет назад я железов старший каждое утро подъезжал в эту пору еще в эту пору но только что снега нет снег этот ранний неправильный он выпал это в сибири урал и даже западнее урала выпал снег это еще это неправильный снег это показывали метеорологи дискутировали анализировали якобы весна сдвинулась на целый месяц вода временно и тогда тогда получается что когда я сюда приезжал меня уже ждало несколько машин пока продавал подъезжали еще машины а а я уже предупредил что ты запретила снимать так ну что делать женщина своя жизнь свой мир вот я потом отдельно фотографии пододелаю когда съемку закончу пододелаю фотографии вы последние груши не снимали конечно мы тут я не так давно сергеем занялся зимними грушами вот и получилось так что стали мы ну как-то привык сладкие сладкие но долго не хранятся это летние осенние хорошие у нас но тоже все еще хранятся но уже сколько им осталось неделя месяц вот а зимние только начало пути потому что хорошо сергей есть который меня не будет но все таки это дело заведет много сортов зимних видите вот они сильнее тоже надо будет сейчас закончил съемку надо будет сделать фотографии очень красноречивая видите вот это декабская груша ну что упавших не вижу или они там под снегом показать вам поближе не вижу не вижу так что еще показать что еще мы с вами не видели вот эти съемки заканчивать не подходя туда где идет кипит работа еще раз потом сделаю фотографии потом и покажу на очередном вебинаре как идет кипит работа ладно тайком отсюда сниму нельзя так нельзя женщины женщины я когда-то придумал афоризм женщина скорее выйдет голая на улицу чем не накрашенная но это конечно тоже привлечение ну скажем это моя не очень умная шутка итак питомник уже копали уже копали вот черные пятна уже копали и там копали вот это разные сорта ждали мы ждали дождались по всей зимы а ждали мы чего чтобы лист был сброшен по сибирским меркам они должны были уже вот сейчас быть полностью голыми без листьев те годы так и было мы ждали первого октября и почти все почти вся листва была сброшена и тогда паковали посылки а тут тепло 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 и тепло и дожди шли которые не давали уснуть деревьям кстати я сейчас чтобы не указаться сильно разговорчивым надо больше поделать вот еще один совет дам и так получилось что сегодня уже 15 октября дотянули чтобы не отправлять хотя бы в с просто зелеными листьями не вызревшие ну сейчас уже можно считать что лист уже заканчивает этот листопад уже начался значит фактически листья уже вы эти почки вызвали это уже не халтура так теперь последний совет подзимний и так есть такое понятие подзимний полив я тут пытался вам советы давать уже что я успел сказать я успел сказать что надо это не то что заниматься снегозадержание как многие утаптывать снег глупейший прием придуманный только для того чтобы за это делать было людям нечего чтобы они ходили по снегу и топтали его да есть прием от мышей утаптывание снега от мышей но это ближе к весне а сейчас перед морозами вся поверхность снежная должна быть нетронутая листва скошенная трава по порядку значит скошенная трава раз сброшенная листва два нетронутый дерн три не перекопанный и снеговой покров четыре четыре степени защиты дерева от морозов пол дерева живет земле там теплее чем здесь на воздухе на свежем но это не значит что там нет проблем там кипит жизнь и там сильный мороз не нужен и перекапывание не нужно глупейший подлейший прием потому что те кто его советуют сами никогда ничего не выращивали попробуйте сотку выкопать земли все перекопать вот вы все поймете у датчиков у пенсионеров вся техника это лопата теперь этот совет я вам дал вот и сейчас даю совет никаких подзимних полива было здесь было нормально по крайней мере когда все нормально три дня назад было пол бочки пустой приезжая бочка переполнена значит был я его не заметил на дождь был все нормально деревья напились но лишнее я уже прикидываю по уровню бочки лишняя вода это значит что деревья перестают готовиться к зиме им надо лишнюю воду выкачать потому что любое дерево это насос и так как листья являются испарителями испаряющей поверхностью то поэтому они не могут быть сброшены они не могут быть сброшены и тогда получается что совет глупейший на ладу просто глупый он вредный он опасный потому что это избыточная влага корней это кроме выдавливания кислорода уничтожение вспомним почему червей называют дождевыми помнили как дождь они уже на асфальте они спасаются от потопа а на асфальте я видел раздавленных червей я видел какие голуби жрут это это в этом городе отцу делается в садах на разве можно бросать сладки при лить 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 да еще как обе ведь еще придумали не просто слова полив подземный его назвали еще такое слово научное якобы влагозарядные лага заряды зарядим глупость несусветная теперь скажите что я зря вот эти минут 15 вас водил по саду и все это рассказывал вот как говорю как говоришь через последнее запоминается лучше всего поэтому еще раз не трогаем снеговой покров не калечим деревья не калечим почву не уничтожаем червей вот и сажаем всю подземную структуру не гнаем корни вот не останавливаем подготовку к зиме вот если бы было бы последний месяц не было бы влаги ну то есть небо не было бы дождей нормального естественного полева они уже давно были бы пустые осенняя зарая осень привела к тому что лист до сих пор не сброшен но правда сбрасывается но не так быстро как хотелось бы дело в том что еще раз это эмигранты все культурные плодовые деревья там пришли с юга пусть не сразу но у них памяти в геноме десятки миллионных лет жизни на юге и только десятки лет жизни на севере разве может это изменить геном мы хитрим мы прививаем на манджурский абрикос вот стать манджурский абрикосы знакомьтесь вот потом берется и прививается получается вот следующий ярус видите вот эти уже привиты но уже видно что манджурский абрикосы лучше подготовлены зиме а эти зеленее почему потому что они южные и теперь получилось своеобразно вегетативные гибриды все это среднее и слава богу хоть на качестве плодов не влияет вот эти прививки но характеристики их свойства уже меняются но уже видите им труднее к зиме подготовиться а вдруг как бывало мне такие же ужасно рассказывали вот места не севернее наших ноябрь плюс а потом сразу минус 30 минус 40 и снега нет и такое бывает вот так вот друзья мои поэтому надо по крайней мере не прилагать усилия к тому чтобы помешать деревьям приготовиться к зиме вот примерно так я и назову этот фильм благодарю за внимание сейчас пойду делать фотографии потому что наша невестка моя стесняется показывать себя а фотографии можно там они делаются уже выборочно до свидания как назовем фильм не мешайте деревьям готовиться к зиме примерно так и и и и и и